Привет, друзья! Это Олег на канале MBS Electronics. Сегодня у нас обзор паяльника с Алиэкспресс. Хорошего, интересного паяльника, довольно профессионального. Вот этот маленький черный паяльник, это, друзья, предыдущая модель. Его обзор вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Это была почти точная копия известного TS-100. И вот совсем недавно компания Secure выпустила уже новую модель. И об этом сегодня наше видео. Вот такой красивый, стильный и довольно приятный на ощупь футляр из какого-то хорошего материала. И, собственно, в этом футляре находится весь комплект. Давайте посмотрим, что там внутри. А внутри, как оказалось, у нас довольно много чего есть. Конечно, сам паяльник со всей электроникой. Она размещена в ручке и, друзья, он у нас прозрачный. Вот это такая фишка. Для того, чтобы посмотреть на его печатную плату, нам не нужно разбирать паяльник. Все видно и так. На торце паяльника у нас гнездо питания, стандартный разъем. А также разъем стандарта USB-C, который позволяет обновлять прошивку паяльника с помощью компьютера. У предыдущей модели было гнездо типа microUSB, а сейчас у нас уже USB Type-C. Давайте повнимательнее посмотрим, что там внутри. Я вижу вот надпись Secure и версию печатной платы. По-моему, самое интересное в этом паяльнике и главное отличие его от TS-100 – это универсальность. Паяльник может работать с двумя видами вот этих картриджей. Можно использовать короткие жала, такие как применяются в паяльниках TS-100. А можно использовать очень распространенные и более дешевые картриджи T-12. И это самая главная фишка данного паяльника. Причем стоит он недорого. В минимальной конфигурации можно купить за 35 долларов. Вот сейчас видно, внутри там две пары контактов для подключения этих картриджей. Здесь можно разглядеть радиокомпоненты схемы паяльника, чипы, транзисторы, диоды. Дисплей здесь больше по размеру, чем у предыдущей модели и чем у TS-100. Вот сейчас можем сравнить. И собственно сам паяльник он чуть-чуть больше, ручка у него длиннее. И за счет этого паяльником, на мой вкус, несколько удобнее пользоваться. Удобнее держать его в руках, он не такой маленький. В комплекте идет вот такой шнур питания. Там у этих ребят в магазине Secure продаются специальные такие батареи литий-ионных аккумуляторов. И этот паяльник можно запитать от такой батареи, заказать на Алиэкспресс. Это если вам нужно пользоваться этим паяльником автономно, где-то в поле. Нужно сказать, что никто вам не мешает запитать его от автомобильного аккумулятора, и он будет работать. Хотя от 12 вольт мощность будет ниже у него. В комплекте оказалось два вот таких жала. Это картриджи вместе с нагревательным элементом. Паяльник совместим с обоими типами, как я уже говорил. Возможно у вас уже есть в хозяйстве комплект наконечников одного из таких типов, и вы можете пользоваться как тем, так и этим. Также не забыли положить сюда вот такой пенальчик с припоем. Оказалось, что это бессвинцовый припой, фактически чистое олово с добавлением небольшого количества серебра и меди. Посмотрим сегодня, как он плавится. Припой должен быть качественный, хотя, по моему скромному мнению, вообще бессвинцовые припои это такое современное зло вселенское. В основном на предприятиях электронной промышленности их предпочитают использовать, потому что можно сэкономить на выплатах за вредность производства. Хотя на самом деле флюсы, которые используются при пайке, они не менее вредны, чем тот самый свинец, который входит в состав обычного припоя нормального. Есть такая маленькая компактная раскладная подставка для паяльника, которую будет удобно использовать где-то в полевых условиях, ну а в лаборатории лучше использовать что-то побольше. В пакетике ключик, шестигранник для установки жала и два запасных винтика. Не очень мне нравится эта тема с винтиками и шестигранными ключами, лучше бы сделали вот такую, знаете, как гайка просто закручивается, типа цанги на других паяльниках, такая тема есть. Ну, тем не менее, у нас здесь вот так. Есть несколько вот таких симпатичных наклеек, я наклеил уже себе на ноутбук такую наклейку. И, как всегда, есть инструкция на двух языках, на китайском и на английском. Я попробую ее перевести и разместить на своем сайте в виде статьи, перевести на русский язык. Здесь есть кое-что интересное, стоит его почитать, все параметры сведены в таблицу и пределы изменения этих параметров в меню. Вот, вставляем короткое жало сначала, видите, там оно как раз совпадает с контактами на плате. И длинное жало, давайте установим, оно точно так же вставляется, только контакты, видите, там на плате чуть дальше другая пара контактов, к ним подключается жало такого стандарта. Вот это паяльничек, первая модель, кстати, замечательно работает до сих пор, но он совместим только вот с такими короткими картриджами. Если длинный вставить, он, наверное, будет работать, но получается слишком длинный паяльник. В инструкции написано, что напряжение питания паяльника может быть от 12 до 24 вольт и, соответственно, меняется максимальная мощность от 16 до 68 ватт. У меня ноутбучный адаптер на 19 вольт, соответственно, мощность у меня будет 45 ватт при таком питании. И время разогрева жала паяльника до 300 градусов будет составлять 13 секунд. Для питания таких паяльников отлично подходят вот такие адаптеры от ноутбуков. В данном случае это адаптер от ноутбука Асер с номинальным напряжением 19 вольт. Это адаптер у меня от рабочего ноутбука, который я иногда использую, то есть это мой второй ноутбук. Штекер на адаптере питания, он не подходит напрямую для использования с паяльником. Естественно, я не стал отрезать этот штекер и припаивать сюда тот, который подходит к паяльнику. Я сделал просто переходник. Вот такой переходник. Пошел в радиомагазин, купил вот такое гнездо. Такое же, как на ноутбуке Асер. И вот так вот это у меня подключается. Здесь я сделал еще вот такой выключатель из магазина электротоваров. И на противоположном конце провода стандартный вот такой разъем, который подходит к паяльнику. Я намочил губочку вот эту. Удивительно, но многие не знают об этом, как оказалось. И кто-то пытается чистить паяльник об сухую губку вот эту. Это крайне неправильно. Ее необходимо намочить. Она раздувается вот так, набухает. И можно ею пользоваться. Как вы знаете, друзья, я сейчас в эмиграции в Турции. У меня условия походные. Поэтому я буду пользоваться вот этой штукой. Но тем не менее, несмотря на то, что я здесь, у меня вот два таких замечательных паяльника есть здесь с собой. Я могу что-то с собой не взять, если выезжаю далеко. Но не паяльник, конечно. После включения на дисплее мы видим актуальную информацию. То есть температуру жала, естественно. Предустановленную температуру. Сейчас у меня стоит 300 градусов рабочая температура. Здесь мы видим напряжение питания. Мой адаптер от ноутбука выдает 19,7 вольта. И слово «стоп» здесь говорит о том, что паяльник у нас выключен. То есть жало у нас сейчас холодное. Для того, чтобы включить нагреватель, нужно нажать и удерживать первую кнопку. И вот паяльник у нас нагревается. Засечем время. 300 градусов. Чтобы отключить, достаточно еще раз нажать и удерживать вот эту первую кнопку. Все. Опять режим «стоп». Сейчас у нас жало начнет остывать. Здесь, в Турции, в Анталии, я не смог найти канифоль, друзья. Вот нету канифоли. Зато я купил вот такой флюс. Мне сказали, что это очень качественный флюс, которым можно паять электронику. Ну, не знаю. В принципе, я уже пробовал им паять. Пока что каких-то проблем нет. 50 лир, кажется, она стоит. И здесь продается хороший припой. Вот такой оловяно-свинцовый припой. 60% олова, 40% свинца. Давайте попробуем залудить жало паяльника. Именно вот этим бессвинцовым припоем, который идет в комплекте. 250 градусов. Прекрасно наш бессвинцовый припой расплавился. Этот паяльник тоже прекрасно работает, друзья. Обзор на него вы можете посмотреть на моем канале. Есть видео. Я оставлю ссылку в описании. Так же, как и ссылки на эти оба паяльника. Интересно, что для того, чтобы включить вот этот паяльник, нужно нажать одновременно на две кнопки вот эти. Прекрасно работает. Если мы положим паяльник на подставочку во включенном состоянии, то через какое-то установленное в меню время он перейдет в режим пониженной температуры. И еще через дополнительный промежуток времени он отключит нагреватель. То есть вот есть два режима энергосбережения. Один называется режим сна, второй называется режим ожидания. Если паяльник у нас перешел в режим пониженной температуры, то достаточно его взять, вот так просто в руку взять. В схеме паяльника есть датчик перемещения, точно так же, как и на смартфоне у нас. Паяльник мгновенно включается и разогревается до рабочей температуры. Итак, работа с меню. Вот эта у нас кнопка называется А, вот эта кнопка у нас Б. Корпус паяльника прозрачный, поэтому не очень хорошо видно, но можно разглядеть вот здесь буква А, а вот это буква Б. Для того, чтобы войти в меню установок паяльника, нужно нажать и удерживать кнопку Б. Нажимаем, попадаем в меню верхнего уровня. Перемещаться по меню можно нажатиями кнопки А, либо в обратном направлении кнопки Б. В меню верхнего уровня у нас 6 пунктов. Для выхода из меню можно просто подождать 5 секунд, и паяльник возвращается на главный экран. Быстро выйти из меню можно одновременно, нажав вот эти две кнопки. Итак, у нас меню верхнего уровня. Если мы нажмем и удерживаем кнопку А, то попадаем в меню следующего уровня. То есть то, что касается настроек паяльника. У нас здесь 8 пунктов. T-Comp – это компенсация температуры жала. Почему-то у меня изначально было минус 20, хотя по умолчанию должно быть здесь 0. На самом деле я никогда не калибровал паяльники, никогда не заморачивался с точной температурой жала. Всегда вот паяю по ощущениям. Но если вам это нужно, вы перфекционист, то можете здесь подстроить плюс-минус 20 градусов. Ну вообще зачем это нужно? Дело в том, что мы можем с этим паяльником использовать самые различные жала, купленные вообще неизвестно где. И датчик температуры, он не является частью вот этого самого паяльника, а он находится внутри жала, внутри картриджа. У некоторых производителей жал, датчик может возвращать неправильную температуру, поэтому требуется вот такая подстройка. Иногда, если вам это нужно. Второй пункт меню Бузер, вы здесь можете включить или отключить этот звуковой сигнал, который вы сейчас слышите. Третий пункт, здесь можно выбрать единицы измерения температуры, либо градусы по Цельсию, либо градусы по Фаренгейту. Четвертый пункт, рабочая температура. Я, кстати, предлагал вот этим ребятам из Secure сделать вот этот пункт первым, чтобы не листать меню, потому что это самый важный пункт, я думаю, вот в этом во всем меню. То есть вы устанавливаете рабочую температуру паяльника, то есть температуру по умолчанию. В процессе работы ее можно оперативно менять вот этими кнопками. Диапазон здесь от 100 до 450 градусов по Цельсию. Пятый пункт называется Start Heat. Это означает, что если вы здесь поставите On, включено, то паяльник будет нагревать свое жало сразу после включения. Иначе он будет находиться в режиме Stop, если у нас будет Off. Но я думаю, что лучше поставить Off. Factory Set. Это сокращение от Factory Reset. Это сброс всех настроек в изначальное состояние. Temp Step. Это шаг изменения температуры именно в рабочем режиме. То есть когда вы работаете с паяльником, паяете, вы не в меню, вы в рабочем экране. Там кнопочками А и Б можно изменять текущую температуру. И вот как раз шаг изменения температуры можно установить вот здесь. Минимальный шаг 10 градусов, максимальный 50. У меня по умолчанию почему-то было установлено 50. Я поставил сейчас 10. Второй пункт меню верхнего уровня это Idle. Первый пункт это Sleep Time. Это время засыпания паяльника. То есть время бездействия, после которого паяльник переходит в режим с пониженной температурой жала. Можно установить от 60 до 990 секунд. Второй параметр Sleep Temp. Это как раз здесь устанавливаем ту самую пониженную температуру, до которой охладится жало в спящем режиме. Можно установить в диапазоне от 100 до 450 градусов. Третий параметр Idle Time. Это время бездействия паяльника, после которого он отключит жало и войдет в так называемый ждущий режим. Диапазон такой же, как и для Sleep Time. То есть от 60 до 990 секунд. Параметр Sensitive это чувствительность датчика вот этого датчика сотрясения. Мне пришел в голову такой пример. Вы едете в поезде и что-то паяете. Положили паяльник, но он не отключается, потому что поезд все время едет и что-то там немножко трясется и вибрирует. И можно настроить так, чтобы паяльник включался только, когда вы его реально возьмете в руки. Screen Open. Это параметр устанавливает показывать или не показывать заставку на экранчике паяльника, когда он входит в ждущий режим. Дальше у нас идет меню OLED. Это параметры экрана. Ну и первый параметр здесь яркость свечения дисплея. Второй параметр Direction. Это разворот дисплея. То есть можно вот так вот включить и перевернуть кверх ногами изображение на экране. Это удобно для тех, кто привык паять левой рукой. Третий параметр здесь K-Action устанавливает, как у нас работают кнопки A и B. Либо кнопка A увеличивает температуру, а B уменьшает, либо наоборот. Четвертое меню. Volt относится к напряжению питания паяльника. Первый пункт. Здесь мы можем, как написано в инструкции, задать защиту от слишком низкого питания. То есть вот, например, если поставить 11 вольт или 12, то если напряжение питания ниже, то паяльник работать не будет. По умолчанию стоит 10 вольт. Ну так и оставим 10 вольт. Также можно вообще отключить эту защиту. Тогда теоретически паяльник будет работать, наверное, и от пауэрбанка, от 5 вольт. Но остается вопрос, какая у него будет тогда мощность. То есть вообще можно будет ли им что-то паять с таким напряжением питания. PowerVolt это, как написано в инструкции, компенсация напряжения питания. Мне пока что не совсем понятно, зачем это нужно. Ну вот такой пункт есть. А зачем он нужен, в инструкции никаких объяснений нет. Пятое меню у нас калибровка. Очевидно, что выбрав это меню, можно калибровать паяльник. Я этим пока что не занимался. Никакую калибровку я не производил. Поэтому можете попробовать откалибровать, если вы купите такой паяльник. Лично я с калибровками, наверное, никогда заморачиваться не буду. Ну и последнее меню About. Это чистое информационное меню. Здесь вы можете посмотреть версию прошивки вашего паяльника. На сегодня практически все, друзья, что я хотел рассказать вам про этот паяльник. Он мне очень понравился. Особенно то, что он универсальный. Можно использовать любые жала с ним. Ссылки на паяльник, на этот и на предыдущую модель вы найдете в описании к видео. Оставляйте ваши комментарии, ставьте ваши лайки, друзья. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Это был канал MBS Electronics. Субтитры сделал DimaTorzok